всем здравствуйте всем большой салам то что сейчас происходит без внимания оставить никак ханкианды митинги армяне устраивают митинги с требованием оставить российские российских миротворцев на 10 на 15 лет а чё не на 100 лет а теперь значит вам миротворцы нужны вы как-то уж определитесь то кричите русские уходите то русские оставайтесь без русского ваню никогда не получается ну да ладно и не получится мне один армянин написал знаете что он написал и логики не поддаются точнее это супер армянская логика как вот у альберта там один сказал я получил армянское образование классное до выражение как раз есть мире армянское образование еще значит если бы мы хотели двадцатом году азербайджанскую армию полностью могли бы уничтожить я ему пишу что помешало уничтожить азербайджанского нам говорит русские помешали наслабер чем же русские помешали потому что они нам не помогли вы логику вот вообще это связать можете они нам помешали так потому что нам не помогли, это шедеврально просто, это высшая степень армянской логики, ну да ладно, значит с одной стороны просят миротворцев остаться, с другой стороны 102 базу хотят убрать, в общем никак не могут определиться, что им нужно, в итоге уже батька не выдержал, Лукашенко, президент Белоруссии, на одной встрече, интервью на другой, четко все пояснил, рассказал, что не впутывайте в это дело ОДКБ, а решите все как бы уже мирно, чем закончилась война всем известно, полным разгромом и победой Азербайджана, это говорит Лукашенко, и он рассказывает как в 12 году он попросил президента Азербайджана, что инвестировать в Армению деньги, провести там газопровод, нефтепровод, тогда оказывается Ильхам Алиев предложил 5 миллиардов долларов, и на это не пошли, и на другие уступки не пошли, все тянули, тянули, в итоге дотянули до того, мы видим результат этой тянучки, железным кулаком один раз дали, за 44 дня все вопросы закрылись, не все конечно, там вопросов еще очень много, это я так утрирую конечно, по поводу встречи в Сочи, вот я до этого в предыдущем ролике говорил, что Азербайджан ни влево, ни вправо, а только четко, ясно свою позицию объясняет, как много лет вели эту политику, и сейчас также президент Азербайджана четко, внятно, ясно дает всем понять, вопрос Карабаха закрыт, никакого нет понятия Нагорный Карабах, есть Карабах, это Азербайджан, все, Пашинян когда-то кричал, точка, точку поставил Ихам Алиев, во всех вопросах, и в экономике, и в военно-политическом аспекте, везде точку он по поводу Карабаха поставил, открыто президенту России он говорит, вопрос Карабаха закрыт, ни о каком статусе Карабаха быть не может, когда тут некоторые, в том числе и наши говорят, что жители Карабаха армянской национальности должны иметь азербайджанские паспорта, это неприемлемо для азербайджана, потому что это уже было, это пройдено историей, это мы сами это пережили, сами это видели, поэтому о каких паспортах может идти речь? не нравится? не нравится? вперед! в мать вашу Армению! ну а Пашинян, как всегда, вот когда я говорю, некоторые обижаются, как ведет себя Пашинян, невнятность, какие-то оговорки, какие-то ссылки на что-то, речь не мужа, бог знает кого, на этом можно, как бы, в принципе-то и точку поставить, я думаю, вот, подписание всяких там документов, оно уже идет к завершении, поэтому особо тут азербайджан париться ни к чему, уже Лукашенко говорит, хватит, это Армению он обращает, хватит стрелять, хватит провокации, где-то намеком, где-то полунамеком, где-то открыто это высказывает, свою точку зрения, я думаю, то, что он говорит, он озвучивает точку зрения всего ОТКБ, но и добавил он там, что кто не хочет, как бы быть в ОТКБ, не хочет работать, то чемодан, вокзал и мать вашу Армению! Ну, я думаю, все, остальное вы сами видели, сами слышали, говорили, говорим и будем говорить за свой родной азербайджан. Всем удачи, всем пока! Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok